Всем привет! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня 25 ноября и у меня день рождения. Поэтому в свои 33 года я решила ответить на 33 вопроса от подписчиков. Сегодня 33. Нет, абсолютно не стесняюсь. Ощущаю себя на 25. Рост 168, вес 52. У меня папа был начальником милиции, мама не работала. И родители у меня строгие. Но слава богу, что все внимание было на мою старшую сестру. На меня не хватало времени, поэтому я выросла психологически стабильным, нормальным человеком. Я очень хотела быть в детстве кинологом. Я вообще очень люблю животных. И я хотела дрессировать собак. Относительно внешности пластической операции нет, не делала. Но я хочу пластической операции. Я хотела бы сделать нижнюю треть лица, подбородок, грудь и убрать живот после родов. Но у меня есть опасения того, что у меня образуются килоидные рубцы. Это такие шрамы, которые выпуклые на теле. И поэтому мне нужно специальное обследование. В каких-то ситуациях у меня они не образуются, а в каких-то образуются. Но я классно отношусь к пластическим операциям. И если тебя это сделает лучше, то я только за. Но то, что приходит первое мне в голову, это когда меня один молодой человек пригласил в поездку. И мне казалось, что у меня с ним уже очень серьезные отношения. И что нам уже нужно покупать квартиру, что нам нужно там еще что-то делать. И я не люблю мужчин, которые пьют. В принципе, я сразу с ним вспомнил еще одно неудачное свидание. Мы летели в Грецию на отдых. Можно так сказать, такое свидание в Греции. И они с другом очень сильно напились. Очень сильно в самолете напились. И начали кусать друг друга. Мне так стыдно не было никогда. Если они сейчас смотрят это видео, они должны это знать. Что мне так стыдно не было никогда. Потом я спрятала их алкоголь в самолете. И мы вышли, и алкоголь остался в самолете. Когда они об этом узнали на паспортном контроле, они решили сбегать в самолет, его забрать. Их оттуда эвакуировали со взлетной полосы. И потом, в принципе, полуотдыха я не разговаривала. Поэтому это был мой такой самый неудачный, можно так сказать, отдых. А второе же свидание такого же была формата. Мы тоже куда-то поехали. А нет, не называли другим именем. А вот на работе меня постоянно называют Елена Геннадьевна. Елена Геннадьевна, да? Хотя я Анна Геннадьевна, именем сестры. Либо родители тоже постоянно. Лен, Лен, Лен. Я думаю, где Лена, ее здесь нет. А, ну Ань. Да нет, я вообще не обижаюсь. Мне все равно. Не зовут и хорошо. У меня был мужчина, с которым у меня начались отношения. У меня все мужчины были старше меня. Всем минимум на 10 лет. И мои знакомые, они организаторы крупных мероприятий. Решили сделать такую классную фишку. В виде реальной свадьбы. Ну только брачующиеся не женятся. Ну вот как подставная такая пара. А всех их потенциальных клиентов пригласить как гостей. Чтобы они реально погуляли на свадьбе. Вот на настоящей, как они организовывают. И она предложила мне. У меня тогда был молодой человек. Я говорю, слушай, а хочешь? Отгуляем свадьбу. Реально, классно. А Кузьма Скрябин ведущий. Ну как бы такая серьезная. В Донбасс полась. А он говорит, слушай, давай. И он решил развести всех своих друзей. Что это реально свадьба. Что он сделал предложение мне. А у нас все было. Дивишник, мальчишник. Ну вот все как положено. Тогда я, кстати, поняла, кто друг, кто не друг. Потому что они начали звонить. Это так смешно было. Они звонят. Он включает на громкую связь. И они начинают отговаривать. Чувак, остановись-то. Вы вообще мало знакомы. Да она там заколдовала тебя, приколдовала. Да не может такого быть. Я думаю, ах ты, ах ты, Федя. Все, я тебя в список внесла. Ты уже мой не друг. И до последнего многие друзья не понимали, что это фейковая свадьба. У меня даже есть фотография. Я в свадебном платье. И мы отгуляли классно свадьбу. А с мужем я познакомилась. Самое интересное, что мой муж тоже из Донецка, как и я. Я знала его компанию Nota Production. И даже у него был журнал на тот момент. И я даже заплатила тысячу гривен, чтобы разместить рекламу себя как визажиста в его журнале. Но мы не были знакомы вот лично. То есть я там с его помощниками была знакома. И в какой-то момент моя клиентка говорит, я работаю в компании, и мы работаем с артистами. Хотим, чтобы вы сделали стрижку. У нас приезжает Миша Крупин. Облака. Говорит, сделайте ему стрижку. А мы тогда только бьюти-бар открыли. Я говорю, да сделаем. Я его знать не знаю. Если звезда, сделаем. А потом она звонит, говорит, надо еще сделать маникюр его концертному директору. Ну, думаю, ладно. Сделаем маникюр концертному директору. Пришел этот концертный директор. Такое ощущение, что он гулял всю ночь. Причем гулял, курил траву. Такой с визуально обдолбанной. И я подошла, познакомилась. Так как они по бару, тоже бесплатно. Что Миша Крупин, надо же фоточку сделать. Это Антон Тараненко, концертный директор. Хорошо, хорошо. А он такой... Ну, я сразу поняла, что ему понравилось, конечно. Потому что все, что надо. Ой, из Донецка. Да, я все помогу, все сделаю и так далее. Еще у него был один артист. Даже уже не вспомню, как его зовут. И он его продюсировал. Его тоже нужно было подстричь, сделать ему имидж. И мы как-то начали вот таким образом работать по бартеру. А это моя клиентка оказалась потом его девушкой. И он нам предложил помочь. У нас было открытие в Покасово на красоты. Пригласить артиста Ануку. И тоже по бартеру. Почему-нибудь зачем отказываться, да? Когда мужчина готов помогать. И так мы начали с ним общаться. Потом он меня пригласил куда-то... А, на уличную еду. Я ни разу не была на уличной еде. Он меня пригласил. И он мне потом уже рассказывал, говорит, я так переживал. Ты такая модная, такая стильная. А я тебе тут на уличную еду. И он мне тогда говорит, я тебе куплю... Боже, как он... Гамбургер с фуа-грой. Ну, типа, понимаете, да? Практически как блины с черной икрой, так гамбургер с фуа-грой. И у меня был такой мужчина. Он так за мной ухаживал. Все для меня. И он с женой развелся. И готов к новым отношениям. Ну, знаете, все тайно всегда становится явным. У меня там еще один ухажер был. И у него там парк один. Он меня лайкнул. Я решила зайти посмотреть, что же у него там за его проект. Я захожу в его проект. И там в отмеченных фотографиях мой парень, да, мой мужчина, который стоит с девушкой, обнимается на 8 марта. А мне он сказал, что он на 8 марта уехал куда-то. Мне цветы там прислал. Но 8 марта он не может со мной провести. Захожу, смотрю к этой девушке. А это его жена. И нифига он не развелся. И у них трое детей. И у них все отлично. И она еще беременная. И я такая думаю, факин щет. А он мне звонит. Говорит, я к тебе приеду, там поеду. Я говорю, да, да, конечно, приезжай. Он приезжает. Я говорю, слушай, возьми телефон. Там такие фотки классные есть, посмотри. И он начинает ристать фотки. А я наскринила. Его жены и детей. Он такой, ты мне сейчас скажи. Мы как бы нас закрываем на это глаза и продолжаем и едем. Или все-таки я уезжаю сам? Я говорю, наверное, ты уезжаешь сам. И вот так мы с ним расстались. Мы, кстати, после этого так смешно постоянно пересекались. Он с какими-то разными девушками был. Я говорю, смотри, аккуратно, а то я переживаю за тебя. Каждый раз разное. И после этого меня так что-то перемкнуло. И я для себя, у меня должен был быть чемпионат мира. И я решила, что все, после чемпионата мира по макияжу я приезжаю и выхожу замуж. Я хочу у себя нормальных отношений. Пусть он будет необеспеченный мужчина, но он будет меня любить, не будет меня обманывать. Я вот такой сделала себе посыл в космос. Приехала после чемпионата. Буквально там, чемпионат был в марте, я там в апреле, часа 15-го, где-то так, в начале апреля. Мы сидели с сестрой, у меня был тяжелый день. Я выпила лиманчеллы. И думаю, не написать мне Антону. Написала ему смс-ку. Я пишу, я убегаю, хочешь, приезжай. Он говорит, окей. Потом мне уже рассказывают, говорит, я уже фиг знает где, возле дома. Уже представляю, как я в кроватке лежу. Но думаю, ну не могу ж не приехать. Он приехал, меня забрал. Мы поехали в какое-то, в мозги тогда было заведение. И он говорит, у меня дома есть замечательная лиманчелла. Это уже попахивало совершенно не лиманчеллой. Я думаю, ну а вдруг это судьба. И поехала к нему домой. Осталась у него. На следующий день осталась у него. Через день осталась у него. И через 4 месяца я уже забеременела. И собственно вот так мы познакомились с мужем. Но с ним была еще очень одна интересная история. На второй день, когда я осталась у него, в 5 утра кто-то тарабанит в дверь. И я такая думаю, а вдруг у него проблемы с законом. Вдруг у него еще что-то. Ну знаете, человека ты мало-то знаешь. И я такая вдохнула, выдохнула. Папа, у меня начальник милиции уголовного розыска был. На тот момент, когда Антон начал говорить, ну сейчас там оружие и все дела. Я думаю, ладно, если кто-то кого-то пристрелит, что я скажу при этом папе? Ну оказалось, это была бывшая девушка. Она напилась, звонила звонок и пряталась, чтобы ее не было видно в глазок. Вот, тоже такая интересная смышленая, чтобы он открыл дверь, посмотрел и она зашла домой. Ну слава богу, у нее тоже все хорошо. Она замужем, у нее дети. Слава богу, все ок. И вот так у нас было много интересных вещей. Но самые для меня два показательных момента были. Это два свидания, на которые мы пошли. Первое свидание это было, ну такое, ну именно прям свидание-свидание, когда мы уже были как пара, плыть на байдарках. Я думала, ну сколько мы там поплаваем? Ну минут 15 мы поплаваем. Ну полчаса. Мы плыли с 10 утра до 5 вечера. Шел ливень, холоднючий, в центре Днепра поднялись волны. Мне так страшно не было никогда, потому что ты, а ты не можешь гребсти уже, все. Ну ты устал, ты мокрый, тебе холодно. Вот ты сидишь и плачешь, а оно, мы вдвоем, оно не гребется. Просто такое течение, все уже доплыли, и мы сами в центре Днепра. Антон говорит, Анечка, ну если ты устала, ты можешь не грести. А если я не гребу, мы не то что стоим на месте, мы плывем обратно. Я села в машину, когда мы доплыли, у меня вот так вот трусились руки. Я не могла даже смс-ку набрать, потому что у меня пальцы не разгибались. Я не могла ни штаны снять мокрые, ничего. Следующее свидание после этого, он говорит, поехали в Чернобыль тур. Ливень, холодина, просто. И везде пищит вот этот датчик, ну что радиация, пи-пи-пи-пи. Это было очень романтично, но я потом поняла, что если мы прошли через ним, через такие испытания, то в принципе нормально можно продолжать. Да, раз в неделю мы стабильно ходим на свидание. Вот после рода вот такого, пострадовая депрессия, сейчас я уже отошла. Можно сказать, я даже готова пойти потанцевать. Поэтому я, кстати, сегодня иду на свидание. Меня сегодня пригласили. Пострадовая депрессия. Первый раз, когда я родила, у меня была такая агрессия. То есть мне казалось, что все хотят в мире меня обидеть. Но это не так было страшно, как после вторых родов. Потому что когда я родила второй раз, у меня был панический страх, что с моими детьми что-то случится. Поэтому у нас должна жить не одна няня, а две. И кроме того, что две няни у нас должны жить, у нас еще должна женщина, которая приходит, готовит, убирает. Она тоже должна приходить каждый день для того, чтобы на всякий случай, а вдруг с нянями что-то случится. Я первый раз уехала куда-то через три месяца, только после того, как я родила второго ребенка, Элен. И мне было так страшно, я всю дорогу ехала и думала, а вдруг что-то случится. У меня после этого начались паники. Я начала бояться летать в самолетах. Но вот эта ответственность за котенка, за твоего. А вдруг с тобой что-то там случится? Хотя раньше у меня вообще не было никаких страхов. И тебе еще кажется, что ты страшная. Вот что ты вообще некрасивая, ты никому не нужна, ты толстая, ты пушистый круассан, что угодно. Но ты не чувствуешь себя сексуальной. И вот здесь очень важно выйти из этого состояния, начать активно заниматься собой. Я себе прям поставила такие вот лайфхак от меня, что каждый день я делаю что-то для своего тела. Массаж в один день, во второй день тренировка, третий день скрафт, четвертый день там какая-нибудь щетка, в пятый день это может быть просто медитация, психологический тренинг. И таким образом у тебя нет вот этого, у тебя есть чувство выполненного долга, что ты молодец, ты начинаешь себя хвалить. Я молодец, я хорошо, я позанималась. А Анечка хорошая. Потому что после, когда у тебя после родовой депрессии, ты себя ругаешь. Что ты жрешь, что ты толстеешь. Посмотри на свой целлюлит. Вот эта белка, которая живет в голове, она тебя угнетает. И важно эту белочку перевести из стороны зла на сторону добра, ее подкормить. Я первый раз очень поправилась, и второй раз поправилась. Но первый раз было проще, видимо, из-за того, что я была худая, и когда я поправилась, мой организм был готов к быстрому похудению. У меня не разошлись мышцы, у меня не было диастаза. И в принципе, я более-менее пришла в форму после вторых родов. Я уже начала весить 58, где-то 57. И мой муж постоянно мне, вот я только родила, мне начал говорить, давай второго, давай второго. Я себе думаю, зачем мне сильно худеть, если я снова буду рожать. Первый раз, кстати, я решила, у меня появилась мысль о том, что я хочу родить от Антона, когда мы были в Грузии, и я уже начала весить 58. И я подумала, ну если у меня серьезные отношения, он хочет детей, так Аня, ешь, отдыхай, наслаждайся. Все равно, когда ты начнешь беременеть, ты потолстеешь. И когда мне стукнуло 58 килограмм, я поняла, время беременеть. Именно вот этот момент настал. А после вторых родов я, во-первых, вообще после родов не начала худеть. То есть я как была пушистым круассаном, так и осталась. Такой сладкой булочкой. И цинлюлита была столько, что это просто, это как моя попа напоминала Марс. Потому что, во-первых, лимфа плохо, но уже организм чуть-чуть по-другому реагирует. Плюс это был карантин, все вот эти нервные штуки, потому что я боялась, вдруг я заболел коронавирусом. И меня с моей замечательной больницей ИСИДы переместят в какую-то государственную клинику. И я там буду рожать, как все рожают, без анестезии, как кошечка. И у меня было столько внутренних страхов. И я эти страхи заедала молоком с Орео. Это лучший антидепрессант. Единственное, он остается на вашей заднице. Вот это единственный минус этого антидепрессанта. И когда я родила, я вообще не похудела. И я начала, конечно же, первым делом это питание. То есть мы сдали кровь, сдали волосы на анализы, для того, чтобы нам подобрали вместе с мужем правильное питание. Кстати, почему я еще не начала резко худеть после рода? Потому что ты худеешь, когда ты кормишь грудью. Первого ребенка я кормила месяц, а вторую, Элен, я не кормила. И поэтому у тебя вес вот так бы остался. Я начала потихонечку заниматься спортом. Но самое главное, это быстрые углеводы. Только ты убираешь быстрые углеводы, ты убираешь молочку, ты сразу начинаешь худеть. И каждый день что-то делать для себя, для своего похудения. И, конечно же, я в этом очень-очень сильно уверена, что лишний вес – это обиды. Вот внутренние обиды – это лишний вес. Когда я себя проработала, убрала все свои вот эти там депрессии пострадовые, поняла, что у меня в жизни все классно, я ни на кого не обижаюсь, я люблю этот мир, он сам начал уходить. Я реально смотрю, когда я отдохнула психологически, все равно лишний вес – это психологические зажимы. И еще смотря, в каком месте он находится. Но я еще на этапе худения, я хочу себе 50, и тогда уже можно делать грудь, делать все остальное и наслаждаться жизнью, продолжать. Вообще, после родов, я вам и до родов, где-то, ну, даже когда я забеременела, и после родов вообще секса не хочется. То есть мне вообще не хотелось. А с учетом того, что я сначала, ну, 9 месяцев после первого, когда ты, вернее, беременна, потом ты родила, и год тебе не хочется секса. Ну, вообще, ну, мне не хотелось. Потом я опять забеременела, и опять мне не хотелось секса. И потом я опять родила, и опять тебе не хочется секса. 4 года мне секса не хотелось вообще. То есть мой муж это просто терпел. Это было и такой, да, психологически тоже достаточно сложный момент. Потому что я знаю, некоторые беременные, наоборот, у них там 9 месяц, у них гормоны играют. И там мужья бегают от них, говорят, слушай, я тебя боюсь, ты там родишь в процессе, да. А у меня гормоны совершенно по-другому были. И когда уже у меня гормональный фон установился, да, все классно, слава богу, все вернулось, боженька, спасибо. Вот. Три раза в неделю это самый вот кайф для меня. То есть это и не много, и не мало. Может быть, в зависимости от настроения больше. Ну, и может быть меньше, потому что поездки, да, различные. Детям уделяю времени немного. Почему? Потому что сейчас меня там мамочки закидают, скажут, так важно уделять ребенку, чтобы мама уделяла ребенку время. Но я вот вспоминая себя в 5 лет, я не помню себя в 5 лет. Я не помню, что со мной было там в 5 лет. Мне мама не уделяла времени, у меня у мамы куча других было заданий. Я нормально выросла человеком, да. Со мной там никто не игрался, мы играли с двоем с сестрой. Если не с сестрой, то сама с собой, да, игралась. И поэтому я привыкла быть самостоятельной. И я знаю мои подружки, которым мамы очень много уделяли внимания, вот, со школы. И у них есть вот эта фишка, когда фраза «мне скучно». Вот, как и происходит что-то, «мне скучно». И человек думает, что его должен кто-то развлекать. Вот у меня в моем детстве давали такую мышку, в ней были дырочки. И нужно было через эти дырочки просовывать шнурочки. И я могла их просовывать до тех пор. Извините, но у нас же честное интервью. То есть моя мама говорит, «Господи, прихожу, она уже обкакалась. Она уже эти все какашки съела. Это вся мыша в какашках. Эти все шнурки в какашках. А она нормально занимается». Вот, поэтому мне нет в моей жизни фразы «мне скучно». Я всегда найду, чем заняться. То есть мышка и шнурочек – это самый лучший был тренинг в моей жизни. Теперь длится просто, что она отвечает «было» или «не было». «Был ли секс на первом свидании?» «Не было». «Почитать книгу или посмотреть фильм?» «Финь». «Отправляла ли голые фотки?» «Да». «Принимала запрещенные вещества?» «Нет». «Притворяла все старше, чтобы не заниматься сексом?» «Да». «У тебя была безответная любовь?» «Да». «Спорила с мужем из-за того, что кто пойдет гуливать собаку?» «Нет». «Спорила больше пяти тысяч долларов за день на себя?» «Да». «Покупала вещи в сэфференде?» «Да, в детстве». «Когда-либо вы не высли уйти из профессии визажиста-браниста?» «Нет». «Прибираю людей без амитинга?» «Да». «В детстве я не учила на сестру?» «Очень, да». «Цловала с девушкой?» «Нет». «У меня вообще, кстати, вот там, видишь, я не интересный спикер. У меня в отношении моей сексуальной жизни не было никаких странных вещей. Ни с девушкой еще, ни с двумя, ни с тремя, ни с собакой вообще. Поэтому даже неинтересно, да? У меня живут няни. Они меняются. Там через две недели, либо 20 дней, 20 через 20. То есть человек ко мне приезжает, и он со мной живет. Но для меня это не просто няни. Для меня это, ну, как члены семьи. Это если у кого-то есть возможность, чтобы мамы, либо бабушки помогали. У меня нет такой возможности. И плюс это специально обученные люди, что немаловажно. Потому что когда я родила первого ребенка, я же работаю постоянно, я не ходила ни на какие курсы. Видео никакие не смотрела. У меня было собрание. И мне показалось, что что-то у меня пошло как-то, ну, не как обычно. Какие-то, ну, странные ощущения. Я позвонила своему врачу, говорю, здравствуйте, вот у меня какие-то странные ощущения. Он мне говорит, едь рожай. Я говорю, почему вы решили, что я должна ехать рожать? Он мне говорит, ты мне за 9 месяцев первый раз позвонила. Я уверена, что ты рожаешь. И я реально с собрания поехала. У меня ничего не было вообще. У меня не... Ну, вот я поехала с работы и родила. Когда у меня ребенок родился, мы поняли, что мы всю одежду купили очень маленькую. Это раз, а во-вторых, мы ее не стирали. И у меня ребенка даже не в чего было, не во что было одевать. Он просто запелененный был в одноразовых пеленках. Хорошо, вы сиди там все делают. И мне, это медсестра говорит, ну, смотри, тебе нужно будет его подмывать. Вот так вот ты делаешь, вот так вот ты подмышку кладешь, подмываешь и вот так заворачиваешь. Ну, я думаю, ну, я же не дура, хорошо. И вот он тут, Лев, сделал свои дела. Я говорю, Лев, сейчас мы будем с тобой делать это. Я ему развернула, ничего у меня не получилось. Я в какашках, он в какашках, все в какашках. А я родила чуть-чуть раньше, чем у меня приезжала моя няня. И я думаю, так, Лева, неделю мыться мы не будем. Это не вариант. Сухие и влажные салфетки наши лучшие друзья. Это сейчас тебе мама напишет, боже, на них же аллергия и так далее. Второй был момент, когда третий день у меня нет молока. Я там прикладываю, там, типа, должно быть молозиво какое-то, я ничего не понимаю. Он мне только соски кусает и все, мне больно и все. И он мне постоянно начал плакать. Постоянно плачет и плачет. Ну, я думаю, странно. Ну, сестра приехала, говорю, слушай, а как ты думаешь, что у меня ребенок постоянно плачет? Она говорит, а ты кормила его? Я говорю, ну, я груди прикладываю, но, по-моему, у меня молока нет. Она говорит, Аня, он кушать хочет. Я говорю, в смысле, а что делать? Говорит, да кормливать. И вот хорошо, что она ко мне приехала, рассказала. Мы с месяц там замешали, покормили. Боже, ребенок заснул, успокоился. Слава богу. А оказывается, у меня в детстве была травма груди. Я облила себя кипящим молоком. И с внешней стороны, из-за того, что была маленькая, шрамы сошли. А внутри, там, где молочные железы, у меня образовались рубцы. И у меня непроходимость была молока. Из-за этого, ну, оно не поступало в том количестве, почему я второго ребенка не кормила. Вот. И когда пришла няня через неделю, мы какое-то время были сами с ребенком, няня через неделю пришла. И мне Антон говорит, Ань, ну, сейчас няня приедет, давай пойдем куда-то погуляем. А я это все время дома сидела, ну, с ребенком же. А он на работу ходит, все как обычно, у меня уже крышу сносит. Я говорю, ты что? Как я на незнакомого человека оставлю ребенка? Няня пришла через 15 минут. Антош, я готова. Все, мы идем гулять. А у меня няня, она работала в доме ребенка. И на нее одной, там, 10 новорожденных. Поэтому ей тут один, она говорит, а я подхожу, говорю, ой, а что у меня ребенок такой светлый стал? А мы покупались. Я думаю, ну, да, неделюшний купались, как бы, поэтому он и посветлел. Вот, и я очень благодарю своих нянь, на самом деле, у меня некоторые поменялись, потому что сначала, когда именно новорожденные были, потом, когда уже сейчас постарше. Ну, а слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, да. Все живы, все здоровы. Дети знают, что я как мама. Они меня узнают, все хорошо. Понятное дело, что, ну, как можно не уделять детям внимания? Ты приходишь домой, они же дома, вот, ты уже хочешь, не хочешь, с ними общаешься. Даже если вдруг ты не хочешь, но ты с ними общаешься. Самый вредный муж. Антош, привет, надеюсь, ты это видео не смотришь. Мне дарил муж, вот, дом моего мужа, у меня не было там каких-то супердорогих, ну, прям дорогих-дорогих подарков. Квартиры, машины мне никто не дарил. Вот, первый дорогой такой подарок, это от мужа машина была. Я, если дарила дорогой подарок, в основном я дарю своему мужу квадрокоптеры. И это уже не один, и не два, и не три, потому что они у нас называются Дон Дрон 1, Дон Дрон 2, Дон Дрон 3, потому что они временами погибают где-нибудь, топятся. И поэтому, в принципе, мне на каждый, можно так сказать, праздник есть что подарить. Ведь операторы смеются. Мне кажется, это такая актуальная тема. Если честно, я не знаю, сколько я заработаю месяц. Это честно. Потому что я вообще не знаю, какая прибыль у нас в компании, всеми деньгами занимается сестра. И она мне просто отдает деньги, а я их просто кладу, трачу, не тратю. У меня нет времени даже посчитать деньги. Меня вообще никогда эта история не интересовала. Только, наверное, в детстве, когда тебе на день рождения дарили, и ты пересчитывал. То есть сейчас я к деньгам отношусь очень просто. С учетом еще того, что в основном все затраты несет муж, а мои финансы это в основном на развитие бизнеса, на развитие каких-то креативных моментов, на премии моим сотрудникам. То есть мне важно не сколько в бизнесе зарабатывают, а какое оно значение приносит этому миру. Но то, что официальный миллионер, да. Ну, то есть зарабатываю нормально, девчонки. Месяц наша семья приблизительно, опять-таки это в основном деньги мужа, что немаловажно, мне очень приятно, ну, где-то около от 7 до 10 тысяч долларов. Там с учетом поездок и всех моментов. Я не шмоточница, то есть мне не доставляет... Кстати, недавно у нас была тема с мужем на тему измен. О том, что одна знакомая девушка изменяет своему мужу, вот. И почему она ему изменяет? Ну, и хотя у них все хорошо, и он обеспеченный, и она обеспеченная. И я объяснила своему мужу, что, ну, скорее всего, он ей не дает вот эту мужскую энергию, да. Даже если ей ничего не надо, но все равно. Подарок, какой-то знак внимания, там, пригласить на свидание. И у меня там... Говорю, она очень любит там сумки. Мог бы я там сумку какую-то подарить? Для нее это имело бы значение. И мне так Антон сел, говорит, так, но вещи ты не любишь, вещи ты не любишь. Ты второго кота хотела? Если что, мы можем купить второго кота. Ушастого, безухого, какого хочешь. Правда, квартиру еще одну придется купить. Но если что, да. Здесь относительно... Я считаю, что все равно мужчина должен перекрывать основные расходы. Но когда мы, например, где-то, и там, мы там, покушали, и, например, там, деньги в машине, я могу спокойно заплатить, то есть мы не зацикливаемся. Но история о том, что давай, чтобы не путаться, будешь платить всегда ты. Мне это близко. То есть я не за, чтобы девушка там обеспечивала мужчин, конечно же. У меня, кстати, не очень много дорогих вещей. В гардеробе я не приверженница там супердорогих вещей, потому что я неаккуратная. И мне очень быстро вещи надоедают. То есть я могу один раз туфли одеть, где-то их поцарапать, и все. И они в ремонт не идут в течение там двух лет, а потом они уже вышли из моды, и вот так я их одела один раз. Из того, что вот я сейчас, например, могу вспомнить, у меня сумка Баленсиаго. Это не самая там дорогая покупка. Сумка стоила тысячу долларов. Но просто когда я покупала ее в Баленсиаго, там нарисованы два маленьких котенка. Одна из девушек, она русскоговорящая была, и второй продавцы, говорит, ты прикинь, ее купили. Я не думала, что эту сумку кто-то купит. А там просто черная сумка, и на ней налеплено два маленьких котенка. Прям клиенты не угрожали, но угрожали парни. Вот у меня было, причем с детства, ситуация была в 10 классе, когда у меня был поклонник в лицее, и он прям фанател мной, а мне он совсем не нравился. И у него над кроватью, мы жили в лицее, эрудит на верхних этажах жили, а на нижних учились. И у него в комнате была написана смерть Кравченко. И он меня прям так набил, ну, постоянно, ну, из-за того, что я ему отказала. И потом я папу попросила, говорю, пап, мне там помощь нужна. Я-то думала, милиционеры придут, ну, у меня же папа в милиции работал. А пришли вообще дяди, не похожие на милиционеров. Мне кажется, это по ту сторону, знаете, жизни моего папы. Пришли два мужчины, говорят, нам нужен, и Антон его звали, этого парня, нам нужен Антон. Причем никто с этими мужчинами даже не спрашивал, зачем им нужен Антон. И после этого больше ситуаций таких не было. А мне еще укражала моя коллега, у меня бровиста одна девушка, вот, и она узнала, что я еду на мастер-класс в Екатеринбург, и написала мне, что я знаю, ты будешь ездить по России с мастер-классами, так вот, ты должна делать все, что тебе скажу я. Ты должна меня слушаться, и так далее. Такой приход сообщения, думаю, нифига себе, вот это обровная мафия. Потом она начала звонить моим организаторам и предлагать им деньги за то, чтобы я не приехала. То есть, там, тысячу долларов и так далее. Куда сходить неадекватным людям? Но я вообще, если честно, ругаюсь вообще не часто. Матерюсь ли я? Да. Я могу сказать, иди, иди, могу. Но, как правило, из-за того, что, опять-таки, я работаю в сфере обслуживания, мне больше нравится манипулировать вежливость. Вот сейчас, кстати, расскажу историю на эту тему. Я шла в торговом центре, беременная была, и меня поворачивалось, и мужчина ударила тележкой. И он мне говорит, ты куда, идешь? А мне, конечно, хотелось сказать, но я ему говорю, ой, извините, пожалуйста, вам сильно больно, я вас сильно поранила. А представьте, я поворачиваюсь, я с животом, и тут он говорит, ой-ой, извините, у меня там плохое настроение, начал оправдываться. Я говорю, вам точно все хорошо? Можешь скорую вызвать? И вот это манипулирование вежливости. И он за мной идет, он меня начинает просить прощения, а я же его так просто не оставлю. Говорит, да это я вам больно сделала, да это я вам травму нанесла. И специально усиливаю это все. Он за мной шел, заплатил за все мои продукты. А меня водитель встречал, ну, чтобы забирать продукты, я не вожу машину, езжу с водителем, чтобы он моего водителя забирает пакеты, я сам донесу. Отдал мне визитку, сказал, в любой ситуации вы можете мне позвонить, я всегда сделаю для вас все абсолютно, что угодно. Поэтому вот такая месть, мне более приятно, когда я знаю, что могу правильно сманипулировать. Первое совместное утро с парнем. Смотря, конечно, какой парень, насколько он важен. Но я бы, наверное, если бы для меня было это важно, я бы встала пораньше и все-таки привела себя в порядок однозначно. То есть да. Вот как я поняла, что я хочу жить со своим мужем. Для меня самое главное качество это упертость. Вот в хорошем, да, этом плане. И когда у нас что-то закатилось под диван, я ему уже говорю, Антош, да не надо оно мне. Нет, я достану. И он 3,5 часа доставал это и все-таки достал. Вот это офигенное качество. Тогда человек не сдается, нет никаких там сложностей, трудностей. Второе качество – это юмор однозначно. И третье, конечно, у него должна быть энергия. Это энергия, когда ты сидишь рядом и у тебя мурашки по коже. Да, вот это тогда правильный мужчина. Если мы говорим по физиогномике, выбирайте мужчин с большим носом. И не потому, что у них тогда будет большой, а потому что большой нос говорит об уме. Да, если еще нос широкий, это значит он стрессоустойчивый. Да, я пью алкогольные напитки. Нет, я люблю на самом деле выпить бокал вина, но обычно одним бокалом это все заканчивается. Либо полтора бокала. Я люблю оперон, либо я люблю какие-то коктейли, но это раз в неделю на свидание с мужем. Я до нашей поездки, вот мы недавно были в поездке с Тимати в кемпе, я вообще не купила кальяны. Там почему-то мы начали курить кальяны, я поняла, что мне классно, когда я раз в неделю могу покурить кальян, могу выпить. Но я никогда в жизни не напивалась так, чтобы не помнить вот чего-то себя. Я никогда не пила водку, либо крепкие алкогольные напитки. Мне больше доставляет эстетическое удовольствие, когда ты что-то вкусненькое ешь, и под это ты там выбираешь себе напиток. Вот на данный момент я могу прожить без всего, кроме детокс-муса. Потому что, если я плохо умою лицо, тогда у меня будет высыпание. Если я хорошо умываюсь, у меня нет никаких высыпаний, я себя комфортно чувствую и без косметики. Я бы, наверное, занималась организацией каких-нибудь мероприятий, праздников, ивентов. Мне это очень нравится, и поэтому даже в нашу, казалось бы, жизнь, которая не предвещала никаких ивентов, не предвещала никакой беды, бьюти-индустрии, у нас каждый месяц ивенты, потому что мне это очень нравится. Я думаю, чаще принимаешь наркотики или пьешь? Я эмоциональный человек, и у меня присутствует, как мы нанимаем людей на работу, я чувствую, что она на мне подходит, я чувствую, что она другая по энергетике. Вот мне очень важно, чтобы я могла подойти к человеку, мне хотелось его прикоснуться. Я думаю, ты тоже замечала, что я могу подойти, погладить по спине и так далее, массаж поделать своему сотруднику. Мне нравится касаться, я тактикный человек, и если я прикасаюсь к человеку, значит, он мне 100% подходит на должность. Даже не важно, что он никогда в жизни не знал, что такое финансы, а хочет быть финансовым директором. Мне нравятся люди, которые достигли очень много всего в своей жизни, но они простые. Вот из тех, кого я могу сразу вспомнить, сейчас, мне нравится бизнесмен Хмельницкий, потому что я за ним наблюдаю в Инстаграм, и у меня Антон в его бизнес-клубе пересекались. Он очень простой человек, но на самом деле он очень богатый, обеспеченный человек. И мне бы тоже хотелось бы быть в дальнейшем. Мне кажется, и я сейчас такой человек, несмотря на то, что я хорошо зарабатываю, у меня, в принципе, много всего есть, но у меня нет звездной болезни. И я очень уважаю людей, которые помогают другим людям. Я вообще, в принципе, считаю, что помощь другим людям это такой правильный поток улучшения твоего благосостояния. То есть, когда ты отдаешь, ты, соответственно, и получаешь. Самая большая мечта это сделать так, чтобы Украина стала центром бьюти мира. Чтобы все, когда говорили слово косметика, у них ассоциации были не Париж и Италия, а были Украиной. Я хочу, чтобы украинский бренд L'Anne Professional Line есть такой бренд. Он был представлен в Сифории, и он был известен во всем мире. И известен именно как украинский бренд. Несмотря на то, что у нас есть компания и в Евросоюзе, мы могли бы писать, что сделано в Евросоюзе. Нет, я хочу, чтобы все знали, насколько в Украине, во-первых, красивые девушки, насколько они талантливые девушки. И в-третьих, что мы можем делать качественные, классные продукты, потому что мы этим пользуемся, мы это понимаем. Мой девиз по жизни легкая придурковатость делает тебя неуязвимым. Поэтому нужно быть чуть-чуть странненьким, и тогда люди тебя немножко опасаются, и тебя никто не будет обижать в этой жизни. И к тебе иногда относятся даже где-то снисходительно, несерьезно. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, обязательно пишите в комментариях, что бы вы еще хотели у меня спросить. И мы, если будут вопросы, конечно же, сделаем еще одно видео с вопросами и ответами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok